Доброго времени суток, дорогие игроки, а также зрители канала и подписчики. С вами снова The Dogfather. Мы продолжаем кампанию по завоеванию Греции за фракцию Македонии, играя в Rome Total War. Что у нас есть? Пока ничего интересного. Напоминаю. Вот это да. Я только хотел сказать. Союз, информация по карте. Так, соглашаемся. Вы что, шутите? Вы же только что союз предложили. Господи боже мой. Я только хотел сказать, что у нас война с Брутом, а здесь нас предали дважды. Сразу же. Причем второе предательство. Это вообще такое тупое. Абрей совершеннолетие, набор, дипломатические сведения. Господи, ну как так, ребята? Это не дело. Уже третье государство, которое ведет с нами войну. Это я не считаю Юлиев из Цепионов. А также Папскую область, или как она, Сенат называется. Активные враги на данный момент это Брут. Греки, предатели. И Скифия, да? Что-то надо сделать с ним. Давайте попробуем отбить. Не дошел. Так, в Салонике. Строим забор. Наймем несколько отрядов. Рекруты-копейщики, каплиты-копейщики. Какая разница? Стоимость? 230, а этих 310. 100, 150. Атаковать 6, а этих 5. Тогда давайте мы наймем 4 отряда конницы и 4 отряда этих копейщиков. Да уж, греческий дипломат. Где наш дипломат? Ваша честь. Давай, селевкидами поторгуем. Не хотите картами отменяться? Не хотят. А союз, ну, тоже, наверное. Наши слова пусты. Денег, наверное, хочет. Пойдемте. Да, ты достал. Пройти не дают. Мы тем временем движемся послом к Египту. Ой-ой-ой. Каринф, Каринф. Все тебя хотят завоевать. Денег нету. Денег нету. Хм. Ну, ладно. Так. Жесткие ребята. Походу, лидер фракции это напал. Лидер греков на Каринф. Можно будет попробовать Фермун еще взять. Но нам для начала надо отбить два города. Дипломатия. Греческие города. Угу. Только с нами варить. Мда. Многие из нас, увидевшие этот рассвет, смогут увидеть и закат. А я говорю вам, доблестные сыны Греции увидят сумерки. Победа будет за нами. Странно, странно, странно говорю, странно то, что Странно то, что Странно то, что речь, которая озвучена, не соответствует субтитрам. Ну, вернее, соответствует, но не в полной мере. Так. Конница у нас будет в одной группе, а Гоплиты в другой. Попробуем как-то отбить. Еще и подкрепление у нас должно быть. Вот так вот. Встановитесь. По краям расставим конников. А Гоплитов поставим чуть-чуть поближе, наверное. Вот так. Ну и военачальника. Открепление прибыли, но смогут ли они принять участие в битве? Давайте конусом. Ой-ой-ой. Прям все силы бросил на нас. Нет. Пойдем справа фланга. Вот, блин, я, походу, опять подкрепление не взял под свое управление. Забывая снимать галочку. Странно то, что иногда галочку и не надо снимать, она автоматически вам дается, а вот иногда она прям стоит и из-за этого забываешь. Блин, нас обстреливают жестко. Эй-эй-эй-эй, не туда, не туда. Куны-застрельщики, зараза, это плохо. Так, вот так вот. Вы можете их уже зажимать, а вы поможете им. Так. Ой-ой-ой, как нас обстреливают отряд. 27 человек осталось. Это плохо. А их отряды мы еще не разбили. Они просто бегут. Один разбили. Но они вернутся, я уверен. Там наших копейщиков обстреливают, но они жесткие и должны выдержать. Наша задача сейчас вот этих всех лучников отогнать от копейщиков, пока подкрепление не подойдет, потому что если они все будут стрелять, это будет печально. Всех положим. А так они хотя бы держатся. Костяк его армии это застрельщики. Конные застрельщики, полиасты или как их там, винтасты забыл. И лучники, копиносты, копиметальщики. Так, давайте зажимем военачальника, попробуем его убить. Ходу не догонят. Ладно, один отряд пожалуй отправим на кого-нибудь другого. Видите, они возвращаются. Давайте вот этот малочисленный отряд отправим. и вы тоже в принципе. Один отряд пусть гоняется. Все, они бегут. Надо добивать. В более новых сериях Total War я имею ввиду новых частей Total War. После бегства шанс возвращения твоих отрядов крайне мало. Здесь вот они возвращаются всегда практически. Если только там не осталось 3-4 человека. и в таких случаях тоже бывает возвращаются. Наш отряд из 7 человек уже побежал. Это печально. А их военачальник в угол карты зашел. Здесь нас уже не обстреливают. них боезапас закончился. Так давайте зажимать их. Отлично. Продолжаем давление чтобы сломить сопротивление его армии. Он убежал. В принципе убивать его нам бессмысленно. Пусть бежит. У них там не член семьи а обычный военачальник. то есть на глобальной карте он вообще не отображается. А теперь мы с тыла попробуем зайти и нет смотрите все таки у них боезапас есть. Конец бежит на нас а вы что тупые что ли. Ну конечно смотрите как они просто как коса на камень нашли и убежали. Так все можете атаковать их нет пойдем наше подкрепление уже идет пусть они за ними гоняются а мы конницы пока будем добивать вот эти вот всадников ополчения не дай бог они еще вернутся поэтому надо их добить снежок пошел ну в принципе они уже убежали да давайте тогда пеших отрядов уничтожим изнурены у Сталина военачальник погиб он бежал хе-хе ну я думаю это гг вот только как я буду разбивать копейщиков его это для меня загадка конница это будет сделать сложно попробовать если только зайти одним отрядом спереди спереди отряда другим атаковать тыл может быть что-то да и получится не знаю хотя вряд ли они тем временем отступают давайте попробуем попробуем атаковать этих плестатов пельтасты тхую нет что-то у нас отряд бежит это плохо так давайте сразу на этих пельтастах я думаю они вернутся 14 человек видите они за край карты не убегают значит они вернутся не догонят копейщики что будем делать они идут спиной к нам попробуем не развернулись и зараза так наши отступающие вновь пришли в чувства давайте попробуем эту тактику применить на практике как я и говорил одним сзади другим спереди то есть один отвлекает их а другой атакует а ну все добивайте их гоните их с поля боя 6 человек осталось ну вот и все это победа достойная бессмертных богов день триумфа о котором потрогаем в честь победы отлично мудрый человек в мирное время готовится к войне гораций ой мне не дадут приготовиться к войне потому что мирного времени над нашим государством мирного неба не бывает на самого начала долбят 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 я только успеваю отбиваться вот с греком я не знаю что делать это вообще уму непостижимо предали нации живут под боком и предали коринф постоянно в осаде ой давайте сюда их отправим и еще наймем шести отрядов должно хватить для обороны надеюсь мой посол не умрет от старости так они атаковали коринф все все в порядке сейчас стоит видите это очень странно 800 человек против 900 ну с копейками командование у него там 6 звезд по-моему это значит что он лидер фракции ни у кого больше не бывает столько звезд в самом начале кампании по-любому лидер попытаться хотя бы лидера убить я думаю мы коринф потеряем это просто нереально его отстоять вечером мы будем пировать вечером мы будем рассказывать друг ой сомневаюсь друг сомневаюсь но до этого нам надо растереть порошок наших врагов и показать им почему нас называют наследниками Александра и Ахилла сомневаюсь сомневаюсь что вечером вы будете пировать а вот это верно они на телах сыновей Греции ой мы тоже враги для них поэтому я чувствую нас здесь просто нагнут у нас еще и ворота сломаны это что у них получается шпион сидит осадное орудие башни таран я не знаю мне сразу к центру карты отойти к площади и защищать площадь или что два отряда гоплитов у нас кто один отряд из 14 человек отряд конников тоже 12 человек 113 113 113 крестьян 4 отряда да я не знаю ребята это просто я даже пытаться наверное не буду подождите у нас подкрепление еще подкрепление в принципе нет смысла держать ворота я думаю нету какой смысл их держать или смысл есть без понятия у них же есть и осадные лестницы и башни они могут просто забраться и надавать нам по шапке ой 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 давайте тогда на поддержке здесь справа фланга будет стоять конница по-спартански встанем у ворот подкрепление прибыли но смогут ли они принять участие в битве 6 отрядов гоплитов ополченцев у нас подкрепление идут справа от города их надо как-то завести по-быстрому в город на ускоренном марше пусть идут все они пошли через ворота пытаются прорваться я думаю мы недолго оборону сдерживать тем более эти наемники они такие трусы боевой дух низкий они уже прорываются теснят нас так давайте ближе режим обороны подудим чуть-чуть может духу прибавить христиан просто режет как мясо эти еще более-менее держатся гоплиты а христиане мрут ну правильно они без брони без ничего маленький кинжал у них в руках что они могут сейчас он еще и копейщиков подогнал ой 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 сейчас что будет стены осаждаются башнями даааа нам остается полагаться только на нашу храброчную бою давайте сюда сразу ускоренный марш все побежали наши гоплиты наемники как я и говорил видите гоплитов ополченцев было меньше гоплитов наемников было больше первые побежали гоплиты наемники потом уже и ополчение конечно бежит правильно их осталось там все все бегут попытаемся сдержать хоть как-то их все побежали один отряд у меня остался военачальник давай отступай площади смысл здесь сидеть нету тогда тогда подкрепление ведем на площадь тем более они уже подошли к городу уже входит ворота с восточной стороны города так ну и не сомневался что вы вернетесь уже стоят у стен еще есть время для организации оборота только вас надо отвезти отсюда бегом бегом давайте ребята а для какого черта бейтесь до последнего если будете отступать они пусть бегут к площади пусть они немного задержат этих пока подкрепление идет я думаю мы еще дадим им бой может быть и получится выиграть эту битву да крестьяне давайте площади и и и и и и и и и А вы? Прямо на них же. Ой-ой-ой. Крестьяне давайте тоже для массовки. А ты че одинокий гоплит? Иди тоже помогай. Ну, это понятно. Так, сигаретная пауза. Выстраивайтесь. Все, в принципе, все подстроились. Так, военачальник, режим обороны, все режимы обороны. Вы на центр. Подудим чуть-чуть. Так, гоплиты. Давайте фалангу вставьте. Все, вроде держим. Главное, чтобы нас не обошли. Запада. А то прям в тыл нам зайдут и будут фигачить. Только не бегите, ребята. Стоять на месте. Ой, бедняга, застрял прям. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как они нас фаршируют просто. Просто на куски рвут. Давайте все крестьяне, нападайте на них. Хоть как-то отвлекайте врага, пока гоплиты пытаются сдержать натиск. Может быть нам и получится... И он бежал от врага. Получится защитить город. Я надеюсь на это, ребята. Так, давайте. Неожиданный удар. Вы тоже, давайте. Так, че вы стоите? Давайте растянем их. Так, они отступают? Или это наши отступают? Наши. О, еще три отряда здесь у них. Военачальник подмоги бежал, да? Ваш военачальник мертв. Ой, это печально. Это тот, который бежал мертв. Подмога, да? Да, это джив. Отлично. В каждой серии, а то военачальников теряем. Это уже никуда не годится. Так, все в атаку. Вперед. С фланга. Что вы так неуверенно атакуете их? Давай прям с тылами. Бейте их. А вы стоите зачем? Ты тоже одинокий всадник, давай. Нет, нет. Они нас тоже бьют. Попытка была... Хорошей. Подуди. Напоследок. Да, его добили. Какая-то плохая традиция, в каждой серии по полководцу уходит. Ой-ой-ой. Как же нам... О, они еще и отсюда возошли. Ну все. Как же нам, я имею ввиду, сложно. Тысяча и восемьсот. Сложно играть в эту компанию. Все нас бьют. Все нас кусают. Пытаются уничтожить, а мы только отбиваемся. Союзники предают нас. Греки поплатятся за это предательство. Я вам обещаю. Ой, поплатятся. Скифы-то ладно. Кто они такие? Они с севера. Ну, греческие города. Вы меня разочаровали. Я думал, мы будем прям союзники. Знаете, такие как лучшие друзья. Мы же один народ. Македония, Греция. Мы же все греки. А вы нас вот так вот предали. Ударили в спину. Бельтастов насоздаем здесь кучу. Потому что стены у нас хорошие. Будем отстреливаться тупо. Потому что сейчас греки пойдут на Афины. На Ларису. Я уверен в этом. Город без наместника. Из столицы я наместника не буду вытаскивать. Пока там третий не появится. Потому что в любой момент наш лидер может умереть. Ему уже 50 там с чем-то лет. Это уже финал, можно сказать. 56 лет ему. Он умрет. И тогда и столица останется без наместников. И там бунт подымется. Еще какая-нибудь херь. Так что пусть сидят. Да. Четыре у нас города осталось. Так. Кандидат на усыновление. 24 года. Не люблю я усыновлять. Потому что это как бы портит наше древо что ли сказать. То есть нечистокровные нечистокровные монархические семья у нас получается. Но я зато люблю когда знаете по-моему здесь этого нету. А вот в медиэйвл есть. Когда обычной армией атакуешь какого-то врага. И он очень хорошо себя проявляет. Его предлагают усыновить. Вот это я люблю. А так вот разбавлять какими-то непонятными людьми мне не нравится. Плюс там еще знаете такое ощущение как будто вот из простого Люда человек добился всего и стал членом семьи правящей. Так он обходит ладно давайте тогда его в Армению направим. В принципе она рядом чтобы потом не ходить туда-сюда направим его в Армению а потом пойдем к египтянам. Так 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 набор походу еще идет потихоньку все наместник есть делаем ход там у нас над белозорой какие-то стать протекторатом да вы что вообще что ли офигели пошли вон отсюда вот я говорил насчет белозора то что у нас там повстанцы появились теперь у нас еще и над столицей повстанцы послание нельзя нанять только в столице да тогда убираем вот этих вот пусть первый посол создается а потом уже гоплиты попробуем выкупить этого чувака дипломатические сведения да мой повелитель ничего интересного там нет да мой повелитель где армяне интересно здесь наверное или давай сюда куда декоратив один да спас жду вашей команды а где наш шпион нету шпиона нашего убили готовы я его еще в первой серии отправил куда-то и все забыл про него теперь его нету что же будут делать греки на Афину он не идет но стягивает силы в своем городе который рядом с Ларисой в Каринфе почти никого в Спарте наверное тоже но в области где Каринф и Спарта я думаю у него еще есть армия какой-нибудь отряд чуть больше половины или половина я думаю будем заканчивать вот такая вот у нас была серия увидимся в следующих сериях за прохождение Македонией обиваемся защищаемся пытаемся выжить всем пока